Дорогие друзья, здравствуйте! Вот уже у нас и середина мая на дворе. Мы начинаем очередной вебинар от портала Приан. У нас сегодня очень интересный даже и вебинар, и презентация инвестиционного решения, инвестиционного продукта от наших коллег, которых я с удовольствием и представлю. Это наши друзья, или гости, друзья, можно так и сказать, из Грузии это Кайл Виннер, руководитель отдела продаж компании Виндом Гранд Батуми Гонио и Европейн Вилледж, и Марина Тимошенко, руководитель направления инвестиционных пакетов и инвестиций в отельный бизнес Виндом Гранд Батуми Гонио. Давайте прямо сразу тогда, может быть, и начнем. Кайл, я вам передам слово в двух словах. Я уже назвал и Европейн Вилледж, и Виндом Гранд Батуми Гонио, и вот Виндом Гранд Резиденц, кто есть кто, и что вы за организация, что вы представляете, пожалуйста. Еще раз доброго дня, коллеги и друзья. Соответственно, мы представляем компанию Европейн Вилледж, это, простите, грузинский застройщик, который, собственно, с 2016 года существует на рынке Грузии, и изначально начал строить проекты элитного класса. Это были виллы. На текущий момент все проекты компании уже завершены по виллам, и мы перешли к совместной работе с отельной сетью Виндом Hotels & Resorts, которая непосредственно занимается строительством уже отелей по всему миру. Я в двух словах тогда попрошу вас, наверное, рассказать уже теперь и сразу о Виндом, про Европейн Вилледж более-менее понятно, про сеть Виндом, что это такое, и, соответственно, отдельный слайд этому посвященный я тоже сейчас с удовольствием загружу. Пожалуйста, продолжайте. Если говорить об отельной сети, соответственно, Виндом Hotels & Resorts сеть существует уже на протяжении 44 лет. На текущий момент она насчитывает 9300 отелей, и, соответственно, в ее состав входит 25 брендов. Бренды различной ценовой категории, от эконома, соответственно, и заканчивая лакшери-отелями, в том числе категории Гранд, которой мы, собственно, и занимаемся строительством. Ну и тогда, собственно, о связи. Вы в Грузии просто являетесь партнерами. Есть вот сеть Виндом, и есть застройщик, который строит проект бренда Виндом. Я правильно понимаю или так не совсем корректно говорите? Да, вы все правильно говорите, под брендом Виндом Гранд. Вообще для семейства отелей Виндом Hotels & Resorts наш проект будет крупнейшим во всей Восточной Европе. То есть мы являемся не только акционерами, но и одним из крупнейших партнеров. Виндом Hotels & Resorts реализуем на данный момент самый громкий, самый интересный, самый уникальный и амбициозный проект. Он реализуется именно в Грузии в рамках комплекса Виндом Гранд Батуми Гонио. И сейчас доступно к инвестициям, доступно к покупке номера и резиденции в четырех отелях. То есть они все пятизвездочные, все строятся под премиальным брендом Виндом Гранд. Давайте тогда несколько слов вообще о сути вашей концепции изначально. То есть во многих случаях отель как таковой, он кому-то принадлежит, и частный инвестор доступа к такому не получает. Что глобально, если грубыми мазками, предлагаете вы? То есть вот в этом проекте можно стать его совладельцем. Так? Да, все верно. Вы можете стать совладельцем отельного номера или резиденции. У нас есть, как я уже сказала, четыре отеля. Концепции объединены эти проекты. Да, можем как раз показать слайд и про них чуть подруга. Да, вот я, собственно, его как раз. Наши концепции вообще как… Я хочу сказать, что у своих коллег. В целом успех инвестиций, потому что мы все-таки, я думаю, здесь заинтересованы не только в проживании, о чем мы поговорим еще позже, о возможности проживания в наших отелях, но и в инвестициях, в доходности. Это базируется на основных вещах. Помимо бренда самого отеля, очень важно сказать будет, я думаю, в дальнейшем про управляющую компанию. И про концепцию. Все четыре отеля, на данный момент четыре, в целом будет пять, объединены у нас в единой концепции. Это концепция исключительной роскоши, лакшери отдыха, 90 объектов инфраструктуры, к которым, я тоже думаю, мы перейдем. Они построены не просто так, что нам захотелось, чтобы это была какая-то большая цифра. Здесь стоит анализ того, как это работает. Система All-Inclusive, насколько она успешна в мире и какие высокие показатели она нам дает. Благодаря этому мы разработали совместно с Windham Hotels & Resorts и компанией Enbridge Hospitality концепцию, в которой наши отели объединяются в одну инфраструктуру. Между собой они будут соединяться шаттлами. И у всех собственников, у всех инвесторов, собственников и гостей данного комплекса будет возможность пользоваться каждым из этих объектов. То есть это будет разное направление. Это и кулинарный туризм, который сейчас очень популярен. Это и Baby Guest сервис, который вообще сложно где-то встретить. А именно платежеспособные семьи с детьми – это те самые люди, которые принесут больше всего денег комплексу, равно больше всего денег инвестору. И обращаем внимание как раз на то, что подобная инфраструктура и объединение комплексов в конце под единой концепцией дают возможность заполнять эти отели планомерно, не только в сезон. Потому что очень многие курортные отели, да и не только курортные, упираются в некую стену, что основной доход идет, например, в средней полосе с мая по сентябрь. У нас такой проблемы нет. Рядом находится курорт горнолыжный, плюс возле отеля «Аква», к которому мы как раз можем перейти к описанию, у нас будет находиться реабилитационная клиника, четырехэтажное отдельное инфраструктурное здание, отдельное направление туризма, под которое эта концепция разрабатывалась и под которой строится как раз эта клиника. То есть люди будут приезжать пакетными турами, в том числе заполнять номера и будут приносить постоянный годичный доход. Окей, я чуть конкретически, если позволите, Марин, чуть позже перейду. Кайл, в двух словах, давайте еще раз проверим связь, что-то у нас какой-то сбой там произошел. Все ли в порядке сейчас? Кайл, слышите нас? Слышно, я вас слышу, вы меня слышно? Да. Слышно ли меня? Вот все-таки для понимания, вот Виндом, вы сказали, гигантская сеть. Вот то предложение, которое есть сейчас по Грузии, оно для Виндом все равно уникально или по большому счету Виндом так работает везде, всюду, и эта концепция опробована многократно? Филипп, совершенно правильные вопросы задаете, да? Для Грузии конкретно эта концепция совершенно уникальна. То есть, во-первых, в Грузии нет all-inclusive отелей, да, соответственно, в принципе. И тот масштаб строительства, которым сейчас мы делаем на побережье Батуми, он тоже совершенно уникальный, как для региона Аджарии, в котором происходит строительство для города Батуми и для Грузии в целом. А конкретное инвестиционное предложение, которое есть у нас, да, там вход в отельное управление, в отельную недвижимость от трех с небольшим тысяч долларов, три-двести, если округлить, то это... Такого продукта нету в принципе в Грузии. И есть очень мало регионов, где присутствует Виндом, где продается что-то подобное. То есть, концептуально, наверное, другой сети, так скажем, вы вообще такого не найдете. Касательно Виндом, да, в частности, мы помогаем этот продукт развивать и в других направлениях, в других странах, но это пока консалтинг, так скажем, да. А если говорить конкретно про Грузию, то здесь это уже действующий продукт, который мы непосредственно сегодня можем предложить нашим клиентам. Как я уже сказал, у нас работает чат. Друзья, если кто-то захочет получить вообще индивидуальную консультацию, есть несколько возможностей, как это сделать, но я думаю, что мы в чате сейчас просто опубликуем ссылку на страницу компании, от которой, то есть перейдя на которую, вы можете просто ставить заявку и напрямую связаться с представителями компании Виндом Гранд Батуми Гоню и, соответственно, получить нужную консультацию. Все-таки давайте еще позволю себе несколько общих вопросов. Логика такая. В любом случае инвестор должен зарабатывать от прибыли, которые будут получать отель. Отелей, как я понял, ну вы сказали, их будет пять, ну четыре, вот как я понял, уже находятся в стадии строительства. Когда строительство заканчивается? Полностью весь отельный комплекс мы заканчиваем в июле следующего года, так как в первом июле мы уже готовимся ввести все отели в эксплуатацию, произвести так называемый холодный старт и, соответственно, после этого принять уже гостей полноценно. На данном этапе что-то уже достроено и в какой стадии строительства находятся все эти проекты? Смотрите, Филипп, с учетом того, что все наши отели, они абсолютно разные, да, там, то есть есть аква 20-этажное здание, соответственно, а есть виллы, которые, в принципе, всего два этажа плюс терраса на крыше третьего, ну, то есть, условно говоря, они все в разной абсолютно стадии строительства, где-то завершены уже монолитные работы, где-то они проводятся, где-то идет отделка, соответственно, фасадов на Чита, где-то, соответственно, это там монтаж внутренних перегородок и инженерии. С учетом того, что они концептуально разные, они разные по дизайну интерьера, фасадов там и так далее, они разные с точки зрения высотности, мы специально подбиваем таким образом для того, чтобы все они были сданы в один срок совместно с инфраструктурой всей, которую мы обещаем нашим клиентам, а это 90 объектов. Тогда следующий вопрос. Вот мы с вами тоже обсуждали, заранее говорили о вашем проекте. В чем вы видите основную выгоду и основное преимущество относительно других средств, возможностей инвестирования? Что в Грузии, что в отельную сеть, неважно. Что особенно вы предлагаете? На самом деле самый простой ответ здесь – это возможность дохода, причем как быстрого дохода, на капитализации возможность заработать, когда вы уже на периоде строительства начинаете, по сути дела, зарабатывать вместе с нами. Потому что понятно, что финальные цены, по которым будут реализовываться наши проекты, они существенно выше будут. Мы прогнозируем, что это от 30-45% в зависимости от того отеля, конкретно, о которой мы будем говорить. Если про инвестиционные пакеты, то у них своя немножко экономика, про нее более подробно расскажет Марина. Но там тоже есть очень выгодные предложения, которые, по сути дела, начинаются от 22% и далее, именно по капитализации. Есть и более долгосрочная история, в которую мы тоже предлагаем войти нашим клиентам, потому что нам интересны долгосрочные инвестиции и долгосрочные партнеры с точки зрения наших именно клиентов. И это уже заработок на отельном управлении, который будет, собственно, реализован силами компании Embridge Hospitality, нашим партнером, который будет отвечать уже за эксплуатацию отелей, за доходность для клиентов. И там, соответственно, возможность дохода тоже начинается минимально от порога гарантированного для общего продукта, это там не меньше 5%, и она может доходить до 20% годовых. Все-таки уже завершая, ну, или, вернее, продолжая те вопросы, связанные с перспективами именно проекта как отельного, то есть это бизнес, который должен сам по себе хорошо работать, чтобы каждый человек получил какой-то там кусочек. Ваша уверенность в том, что так и будет, это уверенность потому, что это грузии, или потому, что это виндом? На самом деле, уверенность у нас совокупная. Во-первых, у нас есть собственный опыт, да, накопленный на проектах, которые мы ранее строили, которые давали капитализацию не менее 30% в год. И это, соответственно, элитные виллы. Один из проектов, первый проект компании, это 167% капитализации за 4 года. Сами посудите, насколько это высоко рентабельно. И второй момент, да, вы совершенно верно делаете. Мы работаем в партнерстве с двумя сильнейшими компаниями в мире. Это Виндом Hotels & Resorts и Эмбридж Хоспиталити. Первый этот бренд, который включает в себя массу отелей 9300 по всему миру, да, их устойчивая финансовая модель показывает их эффективность, соответственно. И второй партнер это Эмбридж Хоспиталити, который непосредственно уже перед клиентом будет отвечать за сдачу отелей в эксплуатацию и делить прибыль, можно сказать, в клиенте. И это тоже компания с опытом в 60 лет накопленным. Соответственно, которая точно знает, как строится этот бизнес, где можно максимально прибыль извлечь, через какие каналы привлечь новых, так скажем, клиентов уже для посещения непосредственно отеля, да, и каким образом при этом минимизировать затраты. Именно опираясь на их опыт, мы делаем выводы, да, там, о наших, так скажем, значительных цифрах по доходности. Тогда я все-таки еще позволю себе немножечко в сторону уйти от проекта. Буквально ваш взгляд на ту часть, которая связана с тем, что проект реализуется именно в Грузии. Я правильно понимаю, что порог входа, в принципе, именно в грузинский проект, относительно проекта в других странах, он ниже, но вот в какой степени вы видите именно потенциал национальный, да, какая-то национальная особенность. Ну, окей, никогда не было, там, скажем, all-inclusive в Грузии, так, может быть, не стоило и начинать, это же такой вопрос. Филипп, я вас услышал, смотрите, абсолютно правильные вопросы задаете. Здесь на самом деле все просто, да, экономика Грузии за последние три года постоянно растет. ВВП Грузии, там, за 21 год, условно говоря, прошу прощения, за 22 год, это прирост на 9,8%, в прошлый год, 23, это 7,5%, и прогноз, соответственно, на этот год составляет 5,2-5,5%. При этом туристический поток, да, там, за 23 год Грузии увеличился на более чем 30%. Соответственно, это наша целевая аудитория, за счет которой, собственно, будет расти и развиваться регион. А в частности, да, там и отельные сети как таковые, в том числе под брендами. При этом в самом городе Батуми, например, всего 4 брендовых отеля 5 звезд. Это там Широтон и, ну, и другие, так скажем, да, там, которые присутствующие сети. И как таковых отелей, там, вообще пятизвездочных в городе всего 20. А у нас узкий конкурентный, так скажем, сегмент. По большому счету мы конкурируем только с международными отельными сетями, потому что вся другая недвижимость, которая присутствует в городе, у них немножко другой целевой портрет клиента. Мы все-таки ориентированы на лакшери-сегмент, да, там, мы ориентированы на высокодоходный сегмент, соответственно, на клиентов, у которых есть деньги и которым нравится регион Грузии, которые готовы сюда приехать на отдых. Но, соответственно, ранее они не получали здесь того уровня сервиса, на который они могли рассчитывать там на побережье Испании, не знаю, Франции или где-то в Майами. Сейчас мы как раз-таки единственная компания, которая строит здесь подобного уровня отель и выдаст этот по классу сервис, который здесь востребован. А туристический поток, конкретно в Грузию, да, он сейчас многонациональный. Ошибочное мнение, что здесь он строится весь туристический поток на гражданах России, а действительно он здесь достаточно высокий, но тем не менее мы понимаем, что за последние годы он сильно очень претерпел структурные изменения. Здесь очень много отдыхают израильтян, арабов, соответственно, турков, граждан Канады, и тех людей, которые в эту часть света прилетают, в принципе, в первые. И как раз-таки это люди, привыкшие к уровню сервиса определенному, и они здесь его не получали. Мы дадим им эту возможность, так же, как и нашим инвесторам, инвесторам, собственно, попробовать вот наш новый специфический для Грузии продукт. Означает ли все-таки, сказанное вами, что у вас нет опасений, что вот этот рост экономики и сектора недвижимости в Грузии, который, в общем, никаких сомнений не вызывает, он слишком завязан на геополитику и на события, которые происходят в мире, что, скажем, для тех же россиян Грузия во многом стала сейчас безальтернативной. И приезд в том числе квалифицированных и с деньгами инвесторов из России в значительной степени является причиной этого роста. То, о чем вы говорите, я прекрасно понимаю, но как раз-таки об этом и речь. Ключевые деньги, которые сюда попадают, так скажем, это не инвестиции российских инвесторов, это не инвестиции из России. Здесь на первом месте на протяжении последних нескольких лет по инвестициям именно в бизнес Грузии, это Англия, это Испания, это США, соответственно, это Нидерланды, это никак не Россия. И я говорю о крупных инвестициях в банки, соответственно, в недвижимость как таковую и в том числе в другие сектора экономики, которые не напрямую связаны с недвижимостью. Но, тем не менее, эти потоки сюда идут. Надо понимать, что, например, Грузия, так исторически сложилась ее география, что она на пути находится между Турцией и Россией. Понятно, что те же фуры, которые проходят здесь непосредственно через Батуми, через какие-то участки по местным дорогам, это все деньги, которые частично оседают здесь. А, допустим, если мы говорим про экономику, которая разрастается в регионе, в частности, благодаря тому, что в Грузию приходят отдельные контейнеры из Японии, из США, с автомобилями, которые здесь на первичном рынке, так скажем, появляются и перепродаются в дальнейшем по всему региону, в ту же Россию, все это проходит через экономику Грузии. Все это облагается пошлинами, соответственно, налогами, и эти все деньги оседают здесь. Это тоже вливание в экономику Грузии. Плюс, если мы говорим про непосредственно сам рынок недвижимости, он здесь в последние годы развивается. Это развитие началось, на самом деле, еще до 22-го года, это развитие началось еще в 18-19-20-х годах. Да, тогда это были ключевые деньги как раз-таки российской эмиграции, так скажем, или тех инвесторов, которые хотели быстро зарабатывать, но понимали, что рынок, не знаю, той же Москвы очень сильно интенсивно раздувается, и можно искать и нужно искать в ближайших локациях, в ближайших странах, так скажем, возможности инвестирования и больше доходности. И этот период первых инвесторов, он здесь тоже был. В основном, это была, так скажем, инвестиция в апартаменты. И рынок именно апартаментов, он очень здесь сильно быстро развился благодаря этому. Сейчас именно рынок апартаментов в том же Батуми и, в принципе, в Грузии, он стагнирует. Есть там отдельные показатели, которые показывают, что даже сильное падение происходит месяц к месяцу, квартал к кварталу. Но рынок брендовой недвижимости отельной, он только берет свое начало. В частности, в той локации, в которой мы строим, это Гонио, Квариати, да. А все отельные бренды, которые туда только зашли, они все сейчас на этапе строительства. И потенциал очень большой. Конкретно как у локации, соответственно, так и у регионов в целом. Ну вот у нас уже, я вижу, даже зрители уже спрашивают, а какие же, собственно, условия, когда мы говорим про 3000 долларов. Давайте перейдем уже реально вот к тому проекту и к какому предложению. В чем, собственно, есть предложение? Потому что вы сказали вначале, просто, опять же, может быть, крупными мазками, что есть инвестпакеты, а есть покупка более-менее классическая. Ну, наверное, Марина, вам тогда передаю слово, что это такое, как это вообще все работает на практике. На практике все работает очень хорошо. Мне хотелось бы, кстати, как раз пару… у вас такая интересная дискуссия связалась. Мне все-таки хотелось бы добавить к прошлому вопросу буквально пару фраз. Давайте не будем забывать о том, что в Видном Хотелс и Сан-Резортсе не просто так. Мы выбрали эту компанию, этот бренд, и очень рады тому, что находимся с ними в партнерстве. У них 108 миллионов лояльных клиентов. Лояльные клиенты – это те, кто участвует именно в их программе, и не реже, чем два раза в год они путешествуют по всей сети во всем мире. И в целом многие из тех, кто едут в какую-то другую страну, они выбирают изначально уровень сервиса, что они увидят, что они получат. Они хотят быть уверены в том, что если они приедут, то у них будет чистый номер, у них будет спа, у них будет крытый бассейн, открытый бассейн, у них будет выбор в кухне, ресторанах. Это те, кому сейчас в целом не то, чтобы есть куда поехать. То есть мы, как правильно сказал Кайл, мы ориентированы в том числе и на лакшери-сегмент. Также хочу напомнить, что все-таки Грузия – это всегда потрясающий климат. Это локация Гонио, которую мы выбрали, она тоже не случайна. Помимо того, что там узкая береговая линия, что дает уникальность застройки, уникальность собственности в данном продукте, у вас не расстроится это, как, не знаю, на большой пустыне, где могут бесконечно строиться какие-то апартаменты или квартиры или даже отели, что даст вам, как инвесторам, капитализацию. Плюс это потрясающее гостеприимство грузинское, которое все те, кто сейчас приехал и кто здесь бывал ранее, помнят, любят, в том числе и батумское гостеприимство, которое вообще отдельным пунктом стоит, прибрежный город, здесь рады абсолютно всем. И близость к Турции, она в том числе и подкрепляет удобство прилета. Помимо того, что в Тбилиси постоянно увеличивается количество рейсов, также мы через Турцию, через хапутную границу, очень легко можно попасть, буквально там 20 минут от гоню, и ты уже находишься на территории другого государства. Это все поможет нашим гостям, гостям нашего комплекса приехать и положить, так сказать, в карман наших инвесторов, в долларах, обращаю внимание, высокий доход. К вашему вопросу по поводу того, как можно купить, можно купить, конечно, можно купить полную резиденцию. Безусловно, это есть у нас 4 отеля, чуть подробнее про них. 20-этажный отельный комплекс «Аква». Давайте я картинку сразу включу. Да, давайте. Вот она, это она. Да, «Аква» – это 20-этажный отель с натурными функциями, медицинской клиникой, аквазоной и основной инфраструктурой комплекса шаговой доступности. На территории как раз-таки отеля «Аква», можно понять, собственно, из его названия, реализуется большой комплекс водного релакса и досуга. По опросам, которые проводили Эмбридж-хоспиталецы, это очень важный пункт, который определяет выбор гостей, поедут они в тот или иной отель или не поедут. Это большая аквазона с разными форматами бассейнов. Есть эспресной водой, с морской водой, с горками. Для тех, кто привык отдыхать в спа, рядом с отелем располагается то самое инфраструктурное здание, мы можем видеть его на слайде. И на четырех этажах здесь будут реализованы спа-комплексы, массажные кабинеты, все, что входит в полноценное спа. Это джакузи, сауны, а также полноценный фитнес-зал. Обращаем ваше внимание, что у нас будут отдельные зоны халяль, где определенный сегмент наших гостей сможет спокойно отдыхать. В нашем комплексе намеренно мы не создавали казино для того, чтобы не сужать себе аудиторию. При необходимости можно воспользоваться теми, которые будут находиться в Батуми в центральной части. Почему мы, собственно, еще выбрали проект Аква для долевого инвестирования? Это наш флагованский проект. Он понятен больше категории гостей, такой формат. Содержит самую многочисленную инфраструктуру в шаговой доступности и внутри себя. Например, там два больших ресторана, All Inclusive и AliaCard, с потрясающим меню, которые будут прорабатываться лучшими шеф-поварами мира. И будут, кстати, проходить фестивали на эту тему. И показала практика, что именно в Индебранд Батуми Гоню Аква этот проект является самым популярным проектом среди инвесторов, в том числе и знаменитых, и среди наших покупателей, инвестировавших в нашу недвижимость. Есть представители разных стран. Это истеблишмент ОМАНа, Саудовской Аравии, бизнес Израиля, как раз-таки то, про что говорил Кайл. Это и депутатские круги СНГ, и олимпийские чемпионы, чемпионы мира, звезды эстрады, деловые круги Евросоюза, Белоруссии и Казахстана. А кто конкретно, кстати, вы можете узнать, обратившись к нам за консультацией, мы направим вам все необходимые материалы, пусть это будет такой небольшой интригой. Второй комплекс – это Family Club. Более клубный, два корпуса, более клубный формат отдыха, рассчитан больше на детей, на людей с детьми. Третий – это Таунхаус. Такое можно сказать, что премиальный президентский номер в формате Таунхауса. Он будет располагаться, строиться сейчас на возвышенности. На горе самые просто потрясающие виды, на горы, на море. Горы так плавно переходят в море, удивительные закаты, замечательный рассвет, и все это можно увидеть. И обращаю ваше внимание, что все этапы строительства у нас транслируются в Телеграм-канале. Ссылку на него также можно запросить у наших специалистов, оставив заявку. И можно видеть, как постепенно-постепенно строятся корпуса. И проект «Ривьера» у нас будет сдаваться как раз-таки уже в этом году. Но, как верно отметил Кайл, полностью со всей инфраструктурой будет водиться в середине следующего года. И, конечно же, вилла. Вилла. Вилла, да, достаточно тоже понятный продукт. У нас уже реализовывался, но сейчас мы их строим в рамках единой концепции и единой инфраструктуры. Чтобы просто все-таки уточнить, Марин, вот вы сказали, правильно ли я вас услышал, что именно вот долевое инвестирование, оно возможно не во всех четырех проектах, а только вот в одном, да? Долевое инвестирование возможно в трех из этих проектов. Это «Аква», «Фэмили Клаб», «Ривьера». Но если мы говорим о более низком пороге входа, мы открыли новое направление для инвестирования, как раз-таки чтобы оно было доступно большему количеству людей, именно в проекте «Аква». То есть мы разделили юнит на сотые доли. Вы можете купить как целый юнит, целую резиденцию, то есть это сто сотых, условно говоря, в договоре у вас будет прописано, так и одну сотую, где стоимость на входе будет чуть больше трех тысяч долларов. Давайте такой вопрос. Вы сказали три тысячи долларов. Это точная цифра или она примерная? Или она в четверг от чего-то зависит? Она зависит от того, в каком месяце вы будете инвестировать. На данный момент это три тысячи двести сорок пять долларов. Но у нас происходит капитализация и динамическое ценообразование, то есть номеров становится меньше, рост рынка уже происходит. Соответственно, чем быстрее инвесторы примут решение разместить свои капиталы в нашем проекте, тем ниже будет стоимость порога входа. Обращаю ваше внимание, что… Я понимаю, что вот эта цифра, она раньше, скажем, две недели назад, она условно, две недели, может, по датам вы меня поработаете, она была меньше, через две недели назад она будет больше и на сколько? Как это поменять? В данные условия мы всегда озвучиваем заранее. Конечно, у нас происходит рост стоимости, потому что проект очень активно покупается, плюс сейчас у нас мы находимся уже, можно сказать, что мы вошли в сезон, и цена будет увеличиваться. Полный график капитализации вы можете также запросить в менеджеров, там все подробные цифры будут. Но обращаю ваше внимание, что имеет смысл рассмотреть как минимум две сотые доли, а лучше пять. И я предлагаю как раз таки сравнить и понять, какая идет разница в стоимости, какая идет разница в доходности, потому что, соответственно, чем у нас идет объемная скидка, чем больше долей ты покупаешь, тем средняя стоимость одной доли у тебя идет меньше. Смотрите, сейчас мы перейдем обязательно к этим слайдам, вы про них расскажете, просто еще уточнить. Если я покупаю одну долю, одну долю, две доли, что я физически получаю? Я получаю какой-то договор, что я являюсь собственником какого-то кусочка квадратного метра или что-то еще? Все верно. И тут мы как раз переходим, можно сказать, к вопросу гарантий и обращаем внимание, что когда вы покупаете даже одну сотую, вы становитесь собственником отельного номера в части, которую, собственно, вложили, одна сотая. У вас будет сейчас на данный момент предварительный договор купли-продажи, после завершения строительства вы вступаете в право собственности, и вы являетесь совладельцем гостиничного номера. Обращаю ваше внимание, что в Грузии не нужно согласия других собственников на распоряжение данным имуществом. В Министерстве юстиции будет полностью зафиксирован ваше право собственности и сам договор, где будет написано, что вы можете распоряжаться, передавать по наследству, отчуждать имущество, продавать, дарить и распоряжаться, как вам вздумается, независимостей. Даже если у нас в номере, хотя у нас, конечно, большими пакетами покупают чаще всего, но даже если у нас в номере будет 100 собственников, то каждый из них сможет независимо друг от друга продавать свое имущество. От чего зависит? То есть можно ли сказать, что я купил в конкретном номере что-то? Или это просто более общая история? То есть я купил номер 623 на шестом этаже, вот в этом номере у меня есть... Все верно. С кадастровым код у вас обязательно будет в договоре, все это прописано. То есть была цена, как вы покупаете, не знаю, как будто может быть привычно, если кто-то продавал, покупал квартиры. Вся та же самая процедура происходит. Если вы покупаете 100 сотых, у вас просто полностью за вами будет, в вашей собственности будет конкретный номер. Моя прибыль зависит от прибыли этого номера или не совсем так? Замечательный вопрос. Сразу видно, что вы очень владеете этой темой. Он замечательный. Мы тоже об этом сразу подумали. У нас используется кисловой метод распределения доходов, потому что все-таки это отельная история. И как часто бывает, почему рынок апартаментов сейчас уже стагнируется и почему многие поняли, что это не вариант туда вкладываться. Потому что если ты покупаешь апартаменты, вся головная боль, она ложится на твои плечи. Не сдал вовремя, простой в течение месяца, сломали кровать или там какие-то базовые вещи, о которых инвесторы часто не думают на входе. Как выйти из этого бизнеса, если там сосед купил дешевле и продает дешевле, чем я зашел в проект. Вся эта головная боль ложится на плечи инвесторов, если он инвестировал именно в этот рынок. Почему интересно именно вкладываться в отельные номера и конкретно в наш проект? Котловой метод распределения дохода это система, когда определено, например, несколько этажей, полностью суммируется вся прибыль номеров, которую генерирует Embridge Hospitality и делится в равных долях между всеми собственниками, согласно их финансовому участию. То есть если конкретно в вашем номере сегодня никто не проживал, но по соседству гости остановились и проживали там неделю, то этот доход будет делиться между всеми. Таким образом, почему, опять же, важно, что у нас управляющая компания с мировым именем, полностью прозрачная система получения этого дохода. Правильно ли я понимаю, что, условно говоря, номер на шестом этаже может стоить дешевле, чем номер на двенадцатом этаже, просто исходя из видовых характеристик? И, соответственно, порог этого минимального входа одна сотая часть, она в одном случае будет меньше, чем в другом. Мы, да, вы все правильно понимаете, но мы как раз-таки под направлением вес пакетов выделили определенную этажность, где, скорее всего, будет большой поток, большая проходимость за счет низкой стоимости. Если вы в том числе можете купить номер на более высоком этаже, конечно, он будет дороже. Но распределение дохода, оно будет как раз-таки с учетом коэффициентов от средней стоимости проживания на том или ином этаже. Смотрите, мы можем сейчас поступить следующим образом. Мы можем сейчас, в первую очередь, поговорить о цифрах доходности, как вы себе видите, какие перспективы, а можем чуть-чуть попозже этот вопрос оставить, тем более, что вы начали говорить о конкретных пакетах и конкретных предложениях. Давайте я тогда, может быть, сейчас про них несколько слов, я соответствующие кадры включу, а потом мы вернемся к общей ситуации по проекту, как вам она видится. Если я правильно понимаю, значит, у нас есть несколько пакетов, несколько предложений. Да, я предлагаю рассмотреть самые популярные из них. Да, это оно, обзор на стюнерах пакетов. Это оно, да, и дальше следующие два слайда, как раз мы к ним тоже придем. Давайте, пожалуйста, тогда соответственно, просто комментируйте, я здесь буду задать. Если есть вопросы, друзья, уточняйте, и давайте сразу, может быть, еще один вопрос. Пожалуйста, обликуйте контакты Марины тоже напрямую, потому что кто-то хочет просто общую консультацию получить, а если просто с Мариной напрямую связаться, я думаю, контакты тоже можно в чате указать. Пожалуйста, извините, прервал вас. Да, спасибо большое. Напоминаю, что порог входа у нас ниже, но это 3245 долларов на данный момент, и мы рассмотрим с вами пример более популярного бюджета 13 1180 долларов. Это пакет у нас 0,05. Сразу хочется обратить внимание на сумму обратного выкупа, и про это мы еще не говорили. У нас есть возможность, как раз-таки еще одна гарантия, которую мы даем нашим инвесторам, она также закрепляется в договоре и также регистрируется в Министерстве юстики. Теперь, по прошествии определенного времени, компания обязуется при вашем желании, при желании выкупить у вас обратно данный пакет, под плюс 50 или плюс 100% от стоимости. Вот, собственно, обратный выкуп – это та самая гарантия, которую мы даем. Но, естественно, скорее всего, и мы, к сожалению, такой функцией редко пользуются наши инвесторы, потому что мы бы с удовольствием выкупили за 50 и 100%, но капитализация, как уже говорил Кайл, она гораздо выше. И она происходит постоянно через… Мы с вами можем видеть ежегодную капитализацию и с вами можем видеть доходность, которую будет приносить данный пакет. То есть доходность в год у нас отображается. И обратите внимание на стоимость одной доли в рамках данного предложения. Когда мы с вами рассмотрим следующий пакет в 10 сотых, она у вас изменится. Простите, я уточню еще хочу. А могу ли я этот пакет продать, вообще, в принципе, продать, ну, там, не ВТР конкретно, а просто минимальный, и продать его кому-то другому? И когда, и как, хорошо, я его купил, там, через 2-3 дня. И как это технически происходит вообще? Да, безусловно, вы можете его продать. Как раз это к тому вопросу, что вы имеете полное право распоряжаться своим имуществом. Но хочу подчеркнуть, что у нас в договоре есть наше обязательство вам помочь реализовать данный инвестпакет по рыночной стоимости. Это важный момент. Мы делаем это для чего? Помимо того, что выгодно это будет и вам, и нам, мы таким образом сохраняем финансовую модель, то есть полностью наши инвесторы защищены от демпинга цен. Кто-то зашел на более раннем этапе строительства, и как во многих проектах происходит, он уже там плюс 20% капитализации, ему этого достаточно, он готов продавать. А кто-то зашел чуть позже. И ему важно как раз-таки, чтобы рыночная стоимость сохраняла. Мы все свои ресурсы готовы предоставить. Мы договариваемся о той стоимости, которую хочет видеть наш клиент. Она будет в рамках рынка. И помогаем с реализацией. То есть в наш проект можно будет войти и позже. То есть, возможно, кто-то, кто сейчас находится у нас в эфире, посмотрит, вспомнит об этом. Сейчас, может быть, не решит или отложит покупку каким-то там личным причинам. И через несколько, не знаю, через год об этом вспомнит, об этом снова услышит. И вот он уже будет покупать по рыночной стоимости у тех, кто сейчас оставит заявку и оформит договор. Все, Кирилл, для понимания. Я купил одну или пять долей, неважно. Когда я могу продавать их и когда я их гарантированно продам? Потому что, как я понимаю, часть инвестиций я могу вернуть просто в означенный срок. Вы у меня ее выкупите. Но если не вы, хорошо, я вот месяц-два подумал, потом эта сумма мне понадобилась обратно, хочу ее обратно получить. Как в такой ситуации я должен действовать? И есть какие-то прогнозы или просто правила, по которым я эту сумму получу? О каких сроках может идти речь? Филип, позвольте, я отвечу на вопрос. Соответственно, все продажи, да, там, возможны, будут после ввода отеля в эксплуатацию, соответственно, при этом наш собственник, да, там, будущий должен будет уже внести 100% оплаты к этому моменту. И дальше, возможно, будет перепродажа. Она приоритетна, так скажем, возможно, будет нашими возможностями, да, там, через компанию реализации, либо уже далее самостоятельно. Компания берет полгода после ввода в эксплуатацию при решении клиента, да, там, на перепродажу этой доли. Если это будет не обратный выкуп, о котором ранее говорила Марина через энное количество лет, да, соответственно, мы берем приоритетное право на продажу, в течение полугода реализовываем эту долю, потому что, как правило, у нас будет, ну, накопленная база клиентов, в которой мы можем это быстро реализовать по договоренности с нашим текущим клиентом на новых условиях. И, соответственно, если у нас за каким-то причинам это не получается, клиент волен выйти в рынок и перепродать эту долю самостоятельно уже на тех условиях, которые ему интересны. Вопрос, кстати, от зрителя. Как и чем гарантирован фонд для этого выкупа, откуда средства у вас? Ну, во-первых, у нас есть накопленные денежные средства, да, компания, компания постоянно ведет свою деятельность, мы никуда не деваемся, мы не выходим ни из одного нашего проекта, то есть вся инфраструктура, которая будет при отеле, она останется на нас. Мы будем также получать с инфраструктуры определенную доходность, да, там, с тех же ресторанов, посленно еще, ввести проекты в параллель, потому что это не последний наш старт, да, там, условно говоря, по отелям. И с помощью этой прибыли мы будем запросто покрывать это. Причем у нас есть часть номерного фонда, который мы реализуем там не для отельного управления, а просто для самостоятельного проживания. И эти деньги, по факту, остаются у нас уже на этапе ввода в эксплуатацию, да, мы им самостоятельно распоряжаемся. Окей. Марин, мы вас прервали, у вас был инвестиционный пакет на 5 далее, и давайте посмотрим два других варианта, о которых вы говорили. Да, хорошо, спасибо вам большое. Но я хотела бы как раз-таки все еще в добавление к Эллу обратить внимание, что на данный момент весь отельный комплекс, все отели, которые вы видите, данный проект у нас уже полностью профинансирован. То есть у нас ни на одном из номеров не находится никаких обременений, ни один номер не находится сейчас в данный момент в залоге у банка, профинансированным за счет средств наших инвесторов и за счет средств нашей компании. Поэтому здесь какой-то, я так понимаю, что вопрос идет как раз-таки о страхе того, что насколько это обязательно будет выполняться. Да, конечно, не вернут, не достроят и так далее. Достроим, вернем. Более того, мы одни из немногих, кто может в целом похвастаться тем, что те гарантии, которые мы на себя брали до этого, такие как, например, гарантированная доходность в нашем прошлом проекте, Вилла, мы исполняем, исполняем исправно, и выплачивали, и выплачиваем те самые проценты, которые мы и обещали, которые у нас закреплены в договоре. И, кстати, по поводу реализации. У нас буквально несколько недель назад вывели один из инвесторов, который захотел вложиться в наш уже потенциально следующий проект, решил в свою прошлую Виллу вывести продажу. У нас не прошло полутора недель, как ее уже снова купили, как раз те самые 167%, которые говорил Кайл, который он заработал на катализации. Это про скорость реализации продукта. Возвращаясь к пакету 10 соток, обратите внимание, что при том же бюджете, который мы обсуждали ранее, 13 180 долларов, вы можете приобрести уже пакет в 10 долей, если воспользуетесь рассрочкой. Рассрочка у нас беспроцентная. На это тоже хочу обратить внимание. И если вы эти 13 тысяч используете как первоначальный взнос, то ваша доходность и капитализация увеличатся. В отличие от себестоимости одной доли, которая как раз-таки снижается. То есть вы можете наглядно видеть, как работает та самая объемная скидка. Чем больше пакет, тем ниже цена самой доли. И при максимальном пакете дисконт у нас достигает 29% от стоимости одной сотой. Поэтому рекомендую вам рассмотреть такой вариант. На первоначальный взнос в нашей рассрочке это 50% от стоимости. И на 12 месяцев она предоставляется. Так, ну и третий пакет. Это, видимо, уже 25 обзор. Да, это уже 25 сотых. Здесь обратите внимание, что у нас есть и также уникальное предложение, в том числе и для Грузии, да и в целом для рынка недвижимости. При стопроцентной оплате мы вам в договоре прописываем гарантию выплаты 5% годовых на сумму инвестиций на этапе строительства. То есть вы будете зарабатывать не только на капитализации, которую вы не можете пока пощупать и увидите ее только через год. Вы практически сразу в течение нескольких дней получите эти 5% годовых. В отличие от вклада в банки, куда вы несете оплату и через год, может быть, увидите эти самые проценты, смотря как у вас там настроены выплаты. Здесь вы сразу 5% при стопроцентной оплате, специальное предложение для наших самых лояльных инвесторов, вы их получите на свой счет, получите в долларах. Расчет производится в долларах. Пошли, пошли, пошли вопросы. Давайте я сейчас их тогда задам, а потом мы уже коснемся других моментов и вкусняшек, которые дополнительно вы обещаете. В какой период времени гарантируется именно такая доходность? Вернее, какая доходность гарантируется в течение какого времени? Я, может быть, немножко переформулировал бы вопрос. Если мы говорим о гарантированной доходности, по части 5%, это на этапе строительства у нас идет. Далее у нас идет расчетная доходность. В проекте инвестпакетов мы предполагаем, что она будет еще больше. Честно говоря, мы скромничаем, потому что мы совместно с двумя брендами, это Windows Code, Sun Resorts и Embridge Hospitality, производили расчеты и прогнозы. Нам достаточно сложно не скромничать, потому что аналога, опять же, в Грузии нет. Но мы на данный момент опираемся на те самые заполняемые, самые лучшие отели в Батуми, которые есть. Но также обращаем внимание на подобные комплексы, которые строятся у нас, которые уже эксплуатируются по миру и на их заполняемость в том числе. Правильно ли я понимаю, что, еще раз очень, если я покупаю доли, а не целый, ну, какой-то там юнит, да, целиком, то покупая доли, гарантированная доходность у меня есть на протяжении строительства. Да, все верно. Если мы берем продукт, например, там Family Club или Riviera, там есть возможность получения гарантированного выкупа, как и в, собственно, в Акфе, если вы 100 сотых покупаете. Но она будет, естественно, ниже, чем реальная доходность, поэтому она, собственно, и гарантированная. Более того, чем дальше у нас, чем ближе финал строительства, тем она будет все меньше и меньше. То есть я рекомендую заходить сейчас и заходить как раз-таки, если вы хотите какой-то гарантированный доход, минимальный гарантированный доход, да, конечно, вы можете приобрести полный юнит. Но если вы умеете, а я думаю, что здесь собрались те, кто хорошо понимает в инвестициях, умеет считать и понимает, насколько, какая недвижимость будет высокодоходной, я вам рекомендую, конечно, выбирать вот этот рыночный расчет с доходности и инвестировать в тот бюджет, который у вас есть уже сейчас, чтобы как минимум заработать на капитализации и на гарантированной доходности при 100% оплате. Следующий вопрос, возможно, по этому вопросу еще будут уточнения, но я просто сейчас задам вопрос от наших зрителей. Какие расходы включены по умолчанию, обслуживанию, амортизации, особенно если я покупаю не полный юнит, а кусочек, да, и какие затраты будут на оформление при покупке, налоги, сборы. Хорошо, ваш кусочек стоит там 3,240, да, вы сказали. Что еще? Филипп, давайте я отвечу. Смотрите, на само приобретение недвижимости в Грузии нет никаких налогов. То есть неважно, резидент вы или нет, вы приобретаете юнит за ту стоимость, о которой мы с вами говорим, в зависимости от доли, да, там, условно говоря, которую выбирает клиент, и дальше его затраты заложатся только по оформлению договора. Это небольшая сумма в ларе, то есть там порядка 160 ларе, но если там на доллары перевести, это, в основном говоря, в 3 раза меньше, там около порядка 50-60 долларов походит. Вот, это очень небольшая сумма. Причем, как бы, дальше налоги, соответственно, в Грузии устроены очень интересно. Соответственно, если вы не пересекаете порог доходности на семью, опять-таки, в сумме в ларе, это 40 тысяч ларе, да, там, то, соответственно, у вас налога как такового нет. Дальше, соответственно, если вы достигаете суммы, там, до 100 тысяч ларе в доходности, но в зависимости, опять-таки, от количества долей, которые вы приобретаете, это примерно, там, 37 тысяч долларов в доходности, да, там, годовых, соответственно, налог всего один процент. Вот до суммы, там, 37 тысяч долларов в год доходности. И только после этого включается, так скажем, прогрессивная шкала налога на доходы. Вот, как-то так. Давайте еще уточнить тогда этот момент. Хочу еще один вопрос на этот счет. Есть сейчас, секунду одну. Вот про доходность. Татьяна очень так правильно и точно спрашивает. Значит, вы гарантируете до 10% доходности? На какой срок? Вот все-таки еще разочек. В каком случае доходность гарантируется? В каком случае она... И на какой срок? Вот этот вопрос очень. Смотрите, тут все зависит от суммы, которую вы планируете инвестировать. То, о чем ранее сказала Марина, да, у нас есть, ну, это бонусная история, на самом деле, для клиентов, которые входят здесь сейчас. Это гарантированный доход при покупке определенного количества долей на период строительства. Такого вообще из застройщиков никто никогда не делает. Вот, а есть дальше именно доходность, которая идет реальная от отельного управления. Опять-таки, она впрямую зависит от количества приобретаемых долей. Если вы приобретаете там одну долю, условно говоря, она будет достаточно невысокой, да, но, тем не менее, мы говорим о валюте, о долларах США, это там порядка 8,2-8,5, ну, там, 8,5% ежегодной доходности. Даже трежерис, там, самый надежный инструмент, там, в облигации США, такой доходности не дают. Если вы повышаете количество долей, в которые вы инвестировали, ваша доходность от отельного управления тоже растет, и она может достигать там 13-15%. Все зависит от того, какую сумму вы проинвестируете. Чем больше, ну, механика очень просто устроена, чем больше вы вкладываете, тем выгоднее у вас стоимость покупки каждой доли, ну, и совокупно, да, там, условно говоря, если вы берете 100 сотых долей, то есть полный юнит, по большому счету, ваша цена при этом входа уменьшается, а доходность увеличивается, потому что она напрямую привязана от изначальной стоимости входа в юнит. Уточняющий вопрос уже от нашей зрительницы про расходы. Речь идет не про налог, а про расходы на обслуживание управляющей компании, на амортизацию и так далее. Вот это расходы, разводная часть какова. Смотрите, все те цифры, о которых мы сейчас говорим, они уже идут, условно говоря, после вычета всех расходов. Есть определенные расходы, которые несет, собственно, да, там, клиент, ну, условно, в свете всей вот этой структуры, которую мы выстроили, потому что понятно, что есть роялти-бренда, которые мы платим, да, там, из общего дохода на объекты недвижимости, есть налоги, которые в Грузии, там, именно на юрлицо, да, там, НДС составляет 18%. Есть, как бы, затратная часть непосредственно управления номером, которую, там, Эмбридж Хоспиталити осуществляет. Плюс есть затраты на продвижение, да, там, маркетинговые, там, размещение на букинг-площадках, построение туристических, соответственно, вот, ну, туров, условно говоря, за которые тоже отвечает Эмбридж Хоспиталити. И вот после всех вот этих вычетов все равно остается та доходность, о которой мы сейчас говорим клиентам. То есть, фактически, это то, что получает клиент на руки, и дальше, там, в зависимости от суммы, которую он получает, он уплачивает либо никакого налога, либо совсем минимального. Так, еще один вопрос, я просто сейчас уже смотрю, их довольно много. Друзья, если вдруг на какой-то ответ вы сразу не получили, просто потому что их много, не сразу смогу быстро сориентироваться, на какие ответили уже, на какие нет, продублируйте через несколько минут, если вдруг ответ-то еще не получили. Про полную стоимость номера и количество метров. А если, ну, каков вообще порог входа вот в тот же самый отель, о котором мы говорили, вот если целиком один номер купить, и какие цены в других проектах, ну, вашего глобального проекта? Ну, давайте так, у нас, если мы говорим про полный юнит, да, там, условно говоря, то это 189 тысяч, и это 31, там, с копейками метров квадратных. Но в рамках наших, вообще, наших проектов есть лоты, которые доходят до миллиона долларов, да, там, это виллы отдельно стоящие с 195 квадратных метров под ключ. А когда мы говорим про отельные номера под ключ, это, значит, все полная, там, экипировка номера, включая тапочки, халаты, там, условно говоря, чайники и все прочее. Вот, поэтому разброс очень большой, мы понимаем, что, да, там, не все клиенты, особенно, кто впервые инвестирует, им просто найти сразу высокий бюджет, кто-то не хочет рисковать, кто-то настроен на диверсификацию, да, там, своих средноденежных. Соответственно, поэтому возможности очень большие. Но конкретно про инвестиционные пакеты, у них есть набор своих опций, которые, ну, присущи только им, поэтому, так скажем, мы активно их продвигаем. Мы специально проработали таким образом, чтобы инвестировать в инвестпакеты было выгодно. И какие-то опции, прям, в зависимости от того, какое количество вы приобретаете, они дополняются на каждом этапе. Например, у нас там есть возможность, да, там, обмена отельным отдыхом. Это программа RCI, которая при покупке работает только от 15 долей. И такое, как бы, ну, это опция уникальная для Грузии как таковой, когда вы можете, условно говоря, купив здесь номер, вот эти те самые там 15 сотых, получая определенное количество дней отдыха в наших отелях, вы можете их обменять на отдых в других странах по этой программе. Еще один тоже вопрос, и он, видимо, имеет отношение, для Грузии он вообще довольно характерный. Вы работаете под брендом Windom, бренд прекрасный, замечательный. Как долго вы будете под ним работать, какие у вас есть договоренности на этот счет? Насколько я знаю, я сейчас могу ошибаться, и к вам это точно, именно к вашим проектам не имеет никакого отношения, но есть такие примеры, когда компания заявляет, что она работает только под таким брендом, а потом там, ну, уясняется, что это не совсем бренд, это суп под бренд, и, в общем, вот, ну, логика понятна. Как у вас с этим? Филипп, абсолютно верно говорите. Даже здесь, в Батуми, очень часто встречаются, да, так называемые квази-бренды, когда в одном здании расположен и отель, и, соответственно, очень много апартаментов, которые, по факту, просто в том же здании, но к брендовому отелю никакого отношения не имеют. Нет, у нас полное лицензионное соглашение с Windham Hotel Center Resort, соответственно, у нас заключено договоры и соглашение с Embridge Hospitality, у нас нет ограничения по периоду взаимодействия, да, там, при соблюдении условий с обеих сторон, но для наших, соответственно, потенциальных инвесторов могу сказать, что у нас текущее соглашение, оно предусматривает в два раза больше объем отельных номеров, чем мы строим сейчас, то есть потенциально мы будем еще и расширяться. Сейчас у нас будет отельных номеров, там, порядка 494, да, там, возможность под брендом построить в два раза больше. То есть пока это устойчивое сотрудничество, причем, соответственно, Windham Hotel Center Resort настолько нравится сейчас, как бы, как мы выстраиваем свою логику, да, там, работы именно здесь в Грузии, что мы, как я и говорил ранее, планируем еще запуск совместных проектов, в том числе в других странах, там, в ближайшую перспективе. Но это, как бы, пока все проработано. Я попрошу в чате еще раз опубликовать ссылку на страницу, потому что, ну, самая удобная и понятная форма для общения с экспертами компании, она именно через эту страницу, то есть вы просто можете оформить заявку, написать и, соответственно, с вами свяжутся от винным Grand Batumi GONIO. В чате опубликуйте, пожалуйста, вот, да, она есть. И давайте еще все-таки тогда уточним несколько моментов и по вопросам еще пробежимся. Планировали в час вложиться, но чуть больше времени займем, думаю, ничего страшного в этом нет. Что хотел бы еще спросить? Про оплату, вот этот момент, про то, как, собственно, она осуществляется, где, в какой валюте не все наши зрители из России, но значительная их часть. Соответственно, я предполагаю, что для России эта схема может быть одна, для граждан других стран другая. Пожалуйста. Да, все правильно, именно поэтому мы индивидуально подходим к конкретной ситуации конкретного инвестора, потому что чаще всего все может быть гораздо запутаннее, сам человек находится в одном месте, капитал его находится часть в одной стране, часть в другой, у нас есть возможность оплаты как-то с вифт-переводами, в том числе из России она до сих пор сохраняется. Также у нас есть возможность принятия наличных денежных средств, то есть это те, кто, например, хотят приехать и посмотреть свои объекты своими глазами. И, безусловно, очень удобный инструмент для оплаты – это криптовалюта. Насколько это… Ну, я знаю, что в Грузии криптовалюты очень распространены. Мне даже говорили, что в центре Тбилиси на просто криптообменник стоит на центральной площади. Я не был, не знаю. В Атуме аналогичная ситуация, их достаточно много, и это является очень удобным форматом. Мы принимаем очень оперативно таким образом капиталы наших инвесторов. Еще раз все-таки уточните, вот у вас здесь на слайде написано первый взнос 50%, рассрочек на 12 месяцев, оплаты криптовалюту. С криптовалютой более-менее понятно. Первый взнос 50% при покупке любого юнита, или это все-таки надо от какой-то определенной суммы? Нет, любой. То есть, если вы захотите инвестировать в рамках пакета в 10 тысяч долларов, в 5 тысяч долларов, у вас будет первоначальный взнос. Так, ну, перед тем, как мы уже будем, ну, с одной стороны, финализировать и еще раз пробежимся по тем вопросам, которые основные нам задавали, давайте все-таки об этой вкусняшке, она, мне кажется, весьма и весьма интересной, о возможностях отдыха для покупателей. Про программу RCI Kyle начал говорить, но буквально в двух словах, как это все работает. В общем, это было бы интересно узнать тоже. Безусловно, это прям самое чудесное и самое замечательное, особенно для визуалов, которые могут себе представить, как прекрасно они будут отдыхать, как вкусно они смогут поесть, и как они будут встречать закаты в Батуми, и не обязательно только в Батуми. Давайте пока про бесплатный отдых. Так сказать, перейдем от цифр к подаркам. При покупке институционного пакета вы получаете возможность бесплатного отдыха в нашем пятизвездочном отельном комплексе. То есть вы сможете насладиться вот той самой, безусловной, роскошью, которую будут ощущать гости отеля, приносящие на вам постоянный доход. То есть вы сможете выбирать, захотите ли вы сходить в спа, поплавать в одном из семи бассейнов или сходить на винотерапию, может быть, в чачу-домик. Все это будет к вашим услугам. Вот мы можем с вами видеть, что при покупке, например, пакетов 5 долей у вас будет 2 ночи бесплатного проживания, и чем больше у вас пакет, тем дольше вы сможете наслаждаться той самой премиальной роскошью. И при покупке пакета от 0,15 долей вы вступаете в программу RCI, причем для вас она совершенно бесплатна. Отдельно хочется отметить, что вот эти все дни, их часть вы можете обвинять на отдых в 4,5 тысячах отелей мира благодаря нашему соглашению системы обвен на отдых в RCI. Уникальному, еще одно уникальное предложение наше для Грузии. В Грузии вы не встретите его, и оно действительно эксклюзивно для инвесторов нашего комплекса. Причем за счет как раз-таки того, что оно является уникальным, коэффициент расчета бонусов, он идет гораздо интереснее. То есть, например, 2 недели отдыха, которые, например, в этом году вы не захотите проводить в нашем комплексе, вы сможете обвинять на большее количество дней в другой локации. В зависимости от того, какая это будет звездность, от количества представленных отелей в том или ином сегменте. Например, в Майами почти все побережье участвует в программе RCI. То есть, можно очень даже хорошо отдохнуть и на Бали слетать в следующем году в Флоренцию, потом на Кипр или же в Грецию. Как ваша душе будет угодно? 4,5 тысячи отелей. Понятно. Ну, я не скажу, что это прям… Я просто слышал, да, про такую систему. Я думаю, долго бы на ней останавливаться не будем, потому что все-таки у нас такая более инвестиционная сейчас история. Всю подробную информацию вы также сможете запросить наших консультантов. Мы расскажем, что, куда, откуда, направим вам ссылки на сайт. И как это все работает, мы тоже расскажем. Давайте еще, на самом деле, возможно, с этого следовало бы начать, но уж раз у нас под конец получилось нашего вебинара, просто несколько слов. Уже вроде понятно, даже исходя из названия, что Гранд Батуми, Боню, должен находиться в Батуми, в пригороде его. Но у вас 4 разных проекта. Вы сказали про 90 объектов инфраструктуры. Марина, вы кратко, сколько времени позволила, про это рассказали. Просто понять, еще раз все-таки, где это. И вот эти все 4 комплекса – это рядом, не рядом. В чем логика, как это все работает. И в продолжении, вот тоже одна из наших зрительниц напомнила мой же вопрос. All-inclusive. Насколько он все-таки нужен Грузии? Не было, я сейчас говорю, не было, может быть, не стоило и начинать. Какие исследования на этот счет вы проводили? Давайте я, соответственно, тоже включу кусок. Да, давайте я расскажу более подробно здесь, Филип. Пожалуйста. Смотрите, по поводу исследований. Конечно же, мы перед стартом строительства наших проектов проводили это исследование, в том числе по рынку Грузии. Здесь уже на момент, соответственно, до того, как мы начали строительство, уже был ряд отелей, там, пятизвездочных в том числе. В том числе, да, там, соответственно, это брендовые отели, порядка четырех штук сейчас действуют в городе Батуми. Вот. Мы, в том числе, опираемся на исследование рынка Турции, где, как правильно, ну, я думаю, как знают все наши зрители, да, соответственно, очень много all-inclusive отелей. В то же время в соседствующей Грузии их не было ни одного. Поэтому ниша полностью свободна. Интересна ли она тем, кто сюда приезжает? Да, однозначно интересно. Во-первых, она интересна как местным жителям, да, там, в том же Тбилиси есть очень много богатых людей, которые с удовольствием приезжают каждый год на побережье, но которым, к сожалению, не было возможности, да, там, полноценно отдыхать так, как хотелось бы. И этих запросов было достаточно много. Это согласно уже региональным исследованиям. Плюс есть исследования Министерства туризма Аджарии, как раз-таки по брендовым отелям, по заполнению этих брендовых отелей, да, там, соответственно, это среднее заполнение в год, там, 68-70%. Но сервисов all-inclusive нигде не было представлено, и они были очень востребованы, потому что это тот уровень, к которому привыкли, так скажем, граждане всех стран, которые так или иначе ездят, путешествуют по миру. Вот. Помимо этого, как перед тем, как запускать ту или иную историю, так скажем, строительства, сам бренд Виндом провел надлежащим образом, да, оценку территории. У них здесь есть один из отелей тоже непосредственно уже в Батуми. Это четверка там хорошая, но тем не менее, да, среди их клиентов, в частности, были такие запросы, что такое, что своими, почему? Потому что люди просто банально привыкли к этим сервисам, да, там, к возможностям доступа. Не только к бассейну, да, там, спа, например, и еще каким-то таким вещам, ну, которые стали для туристов уже банальными, да, там, или полному циклу питания когда-то три раза в день, а то и более можешь прийти просто в ресторан и воспользоваться всем, чем хочешь. Люди с высоким доставком, а категория отелей Грант – это наивысшая категория отелей, соответственно, сети Виндом по Толлсент Резортс, они имеют определенную финансовую подушку, да, там, они имеют определенные запросы по уровню сервиса. И когда мы как раз-таки совокупность вот этой всей оценки провели, плюс привлекли наших нынешних партнеров Эмбридж Хоспиталити, которые подтвердили нам изначальные цифры, да, там, изначальный запрос на качество этого сервиса, а, собственно, только после этого мы включились в эту историю, проработали ее с нашими партнерами, предусмотрели всю инфраструктуру, как вы правильно ранее показали слайд, это 90 объектов инфраструктуры, и речь идет о самой обширной инфраструктуре здесь, опять-таки, в Грузии, включающей в себя всесторонний охват вообще там, ну, как бы требований, не знаю, пожеланий клиентов. У нас будет представлено помимо ресторанов, там, спа, саун, бассейнов и всего прочего, все вплоть до вертолетной площадки, поездок там на круизных лайнерах, да, соответственно, ну, в малогабаритных, так скажем, судах. Это возможность там отправиться в небольшое путешествие на воздушном шаре. Понятно, что именно совокупность вот таких сервисов, но никто сейчас не может предоставить. Будет ли это востребовано? Однозначно будет, потому что уже сейчас в лояльной аудитории бренда Виндом есть такие запросы в других странах мира. Но так как они собираются приехать именно в Грузию, ну, как бы, и этот турпоток нам, в том числе, и бренд будет обеспечивать, да, помимо самостоятельного, который здесь генерится, могу проговорить, просто в Турции, ой, в Турции, прошу прощения, в Грузии за прошлый год туристический поток составил более 7 миллионов человек. Само население Грузии в два раза меньше. То есть, откровенно, есть понимание, что среди этих людей точно есть обеспеченные, которые, соответственно, с удовольствием отдохнут в нашем отеле. Напомню, сейчас у нас всего 500 номеров. То есть, вероятность того, что у нас будет 100% заполняемость в сезон, она более чем высока. Вот. Отвечая, так скажем, более детально про локацию, про все те вещи, которые один из наших, соответственно, зрителей спросил, мы строим в пригороде Батуми, да, там это новый район Батуми, по факту. Район называется Гонио-Квариати, да, вот как раз он представлен на слайде. Он считается элитным районом Батуми, как раз-таки там мы начали строительство своих первых элитных вилл, которые мы успешно продали. И у нас их раступили, что называется, как горячие пирожки, как мы ранее говорили, с очень высокой капитализацией продукт был, да, там не менее 30% в год мы, собственно, на них зарабатывали для наших клиентов. Вот. Строим мы на четырех участках, они между собой территориально не соединены. Они соединены, соответственно, возможностью там пешего доступа, потому что там расстояние между ними 50-70 метров между некоторыми отелями. И, помимо этого, шаттлами, которые будут курсировать на постоянной основе между всеми отелями. Почему именно так? У нас очень разные запросы у наших клиентов, да, соответственно. Кто-то любит виды, кто-то любит, соответственно, уединенность, кто-то любит, наоборот, драйв. И вот все эти проекты, они с уникальным абсолютно наполнением, они с уникальным характером. Та же Аква – это больше про динамику, это про высотность, да, это про ресторан на крыше, соответственно, да, это про полноценную абсолютную инфраструктуру водного плана и, соответственно, точно круглогодичное заполнение. Есть комплекс таунхаусов Ривьера, который расположен на высоте 50 метров над уровнем моря. Это шикарнейшие виды на весь район Гонио-Квариати, да, там, соответственно, на море непосредственно. Это великолепнейшие закаты, которые оттуда видны. И есть совсем другого продукта, более камерного плана, да, это виллы, которые стоят в уединении, этих там вилл всего 16 штук, условно говоря. И это более история семейного формата, где вы полностью приезжаете с своей большой семьей, у вас, собственно, терраса на крыше, где вы можете, там, не знаю, на территории собственной уже приготовить на том мангале, который непосредственно для вас там будет установлен, не знаю, любимые блюда для вашей семьи. И это абсолютно разные форматы. И поэтому как бы их просто, ну, создать их в одной локации, сделать их изолированными по смыслу, так скажем, но наполненными общей концепцией, просто было бы невозможно. Спасибо. Уточняющий вопрос. Какое примерное распределение доход-расход с общей прибыли для собственника? Есть даже непримерное, а точное распределение. Очень демократичные условия для нас подготовлены в имбирс-хоспиталите. Они забирают себе 40% прибыли, полностью заботясь о наполняемости и обслуживании гостиничного номера, а инвесторы получают 60% прибыли. И вот те цифры, которые я говорила, которые я транслировала в слайдах, это уже та сумма, которую видит инвестор. То есть там уже все расходы убраны, это все то, что вы получите. Непосредственно к себе на счет. Находятся ли участки под проектом в аренде или в собственности? И собственность на землю распространяется при покупке номера или нет? Смотрите, участки находятся у нас в собственности. Касательно в дальнейшем, будут ли они переданы как часть, в том числе с покупателем отельного номера. Нет, они остаются у нас в аренде. Они необходимы для доступа к инфраструктуре, потому что банально на той же акве есть бассейн, есть инфраструктурное здание, соответственно в ривьере есть бассейн. Обеспечение всей рабочей этой истории будет силами Embridge Hospitality осуществляться. И в любой момент необходимо, чтобы ее работники могли на той или иной территории осуществлять какие-то процессы. Поэтому, как я и говорил ранее, мы не выходим из проекта, вся инфраструктура остается за нами. И мы, конечно же, силами управляющей компании ее будем контролировать и поддерживать на ближайшем уровне. Ну что ж, друзья, давайте буквально сейчас попробуем в 3-4 минутах собрать всю эту информацию, что мы за 70 минут предыдущие аккумулировали. И вот в двух словах именно еще разочек инвесторская часть. Я попрошу Марину, Кайлу, может быть по очереди, может быть я там с короткими вопросами задам. Значит, расскажите еще разочек, вот буквально в двух словах, о возможности инвестиций долевых и о покупке цельного юнита. Что это такое? Еще разочек, как это работает? Что вы предлагаете и в чем особенность одной инвестиции, в чем особенность другой? Буквально подытожить. Особенности в целом комплекса то, что это пятизвездочный отельный комплекс с системой all-inclusive, даже ultra-all-inclusive у нас будет формат, единственный в Грузии, соответственно, высокодоходный и обеспечивающий высокую капитализацию. Это непосредственно отельный номер, в договоре это будет зафиксировано, что вы становитесь собственником отельного номера, то есть вы становитесь не просто собственником недвижимости, а еще совладельцем отельного бизнеса, успешного отельного бизнеса под брендом Windows Hotels & Resorts, самой крупной мировой сети отелей в мире, топ-1, 9300 отелей, плюс Embridge Hospitality, которая будет заниматься комплектацией и обеспечением доходности, и, конечно, объединенные в единую концепцию с отельным комплексом. Вы можете купить и приобрести как отдельную резиденцию, несколько резиденций, можете покупить половину этажа, у нас сейчас, кстати, есть коммерческое предложение на половину этажа в Акве, у кого есть потенциал и бюджет, пожалуйста, обращайтесь, всю информацию предоставим. Для тех, кто хочет попробовать, для тех, кто сейчас на данный момент располагает определенные суммы, которые недостаточно для покупки полного юнита, потому что это все-таки достаточно крупная для многих покупка, но хочется стать владельцем отельного бизнеса, хочется получать доход, хочется гарантий и вложить свои средства, зная, что ты через определенное время при необходимости можешь выйти из проекта и сделать это легко. Для тех мы предусмотрели такой продукт, как инвестпакеты, соответственно, совладение отельным номером. И история, вот буквально пару слов, что гарантия, в каких случаях гарантия есть некая, в каких случаях это просто, ну, ваша прибыль будет зависеть от того результата, который будет показывать отель в цену. Да, если мы рассматриваем вообще покупку резиденции в комплексе, то у вас есть возможность как минимум получить гарантированную доходность на этапе строительства при 100% оплате. В некоторых проектах у нас есть гарантированная доходность, если вы покупаете полный юнит, но у вас в случае покупки инвестпакетов есть гарантированная возможность обратного выкупа плюс 50, плюс 100% от стоимости. Вот на это хочу отдельно обратить внимание, это эксклюзивное предложение именно для нашего продукта инвестпакета. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, перед тем, как уж сказать всем до свидания, я попрошу в чате опубликовать две ссылки. Первое – это ссылка на посадочную страницу от компании с винтом Grand Batumi GONEO. Форма обратной связи, вы можете просто через эту форму обратной связи связаться с экспертами компании и получить всю необходимую информацию. Это, ну, такой самый, наверное, оперативный и такой простой короткий способ. Есть и другой способ. Марин, еще раз попрошу опубликовать ваш контакт в чате напрямую, если кто-то хочет пообщаться именно с Мариной, пожалуйста, пишите, звоните. Спасибо, друзья. Кайл, спасибо большое. До встречи. Спасибо, Макали. До встречи, удачи. Всего доброго, до встречи.